Запоздавший, но не менее желанный. В минувшие выходные в нашем городе, наконец, официально отпраздновали День строителя. На Майдане собрались работники различных организаций города, чтобы отметить профессиональный праздник создателей. В программу народных гуляний вошли как ставшие уже традиционными элементы, так и совершенно новые. Подробности в репортаже. И стар, и млад славят в этот день работников строительной отрасли. На Майдане расположилось сразу несколько творческих коллективов. Здесь и музыкальные группы из детских садов, и ансамбль пенсионеров. Представлены практически все жанры. Танцы, песни, стихи. По традиции, здесь же на месте народных гуляний организовали выставку для достижений строительной индустрии и спецтехники. Техники вообще здесь немало. Так, пока создатели отдыхают, их развлекают водители. Опытные автоконщики и мотоциклисты подготовили опасный, завораживающий взгляд к стрюке для самих строителей и других гостей их праздника. Погодные условия несколько осложнили задачи профессионалам из спортивно-технического клуба «Нояком». Грунтовые дорожки развезло, а трамплин намокли и стали скользкими. Но это не помешало каскадерам успешно выполнять трюки. В числе выступающих и Тимофей, которому всего 8 лет, но он уже старается не уступать старшим товарищам. Впечатлило зрителей лазерное шоу. На экране возникали волшебные картины. Ассоциации с нашим городом и республикой, плавно переходящие одна в другую. Ни один день строителей не обходится без парада предприятий индустрии. Сотрудники всевозможных компаний выстроились вдоль трибун с влагами в руках, а на сцене – награждение лучших работников отрасли. Здесь же, по уже сложившейся традиции, символическая передача знаний и опыта от старшего поколения подрастающей смене, вручение золотого мастерка молодому строителю. Принимает отделочница железобетонных изделий «Домкор индустрия» Дарья Богатова. Кроме того, особо выдающиеся достижения тут же внесли в книгу почета. Завершал праздничный вечер большой концерт. Перед челнинцами и гостями города выступили популярные татарские певцы, а также специально приглашенные на праздник исполнительница шансона Катерина Голицына. То ли погода сказалась, было пасмурно, моросил дождь, то ли будний день на календаре, то ли смена даты и места проведения. Но народу на Майдан пришло меньше, чем бывало здесь на других общегородских праздниках. Тем не менее, публика собралась благодарной. Люди и подпевали, и танцевали, хлопали артистам. Большинство увиденным и услышанным осталось довольным, в том числе и гостям города. Я под впечатлением, все очень замечательно, я в восторге, что попал в этот город, то что сам с Башкирии приехал в этот город, попал на этот праздник. То есть выступление, праздник, концерт, фейерверки, салюты. Я очень рад, что все это увидел. Хороший концерт был. Концерт ваш понравился, очень молодцы. И наши местные как выступали, особенно Голицына, и салют, и это лазерное шоу. Еще один сюрприз порадовал гостей уже после праздника. У ворот Майдана в ожидании пассажиров стояли новые большие автобусы. Они развезли зрителей по городу. Причем платы за проезд ни с кого не брали. Подарок в честь Дня строителя. Но прежде чем искать нужный автобус, чтобы отправиться по домам, все устремили свои взоры в небо, расцвеченное яркими огнями праздничного салюта.